Подышать свежим воздухом, подвигаться и пообщаться. В декаду пожилых людей в Искитимском районе прошла акция «Шаги здоровья». Главные участники – люди серебряного возраста, получили полезные знания и отличное настроение. Подробнее расскажут мои коллеги. На Леневской лыжной базе звучит музыка и смех. Участникам акции «Шаги здоровья» сегодня необходимо пройти несколько этапов. Но соревнований здесь не будет. Возраст 65 плюс предполагает умеренность, а празднику это не помеха. Поскольку мы не можем сейчас, при условии коронавирусной инфекции, мы не можем проводить массовые мероприятия, районы в помещении, поэтому выбрали вот такое мероприятие на улице, на свежем воздухе «Шаги здоровья». Не один день, а заметьте, декада. Это специально сделано для того, что мы все эти 10 дней дарили свое тепло, получали это тепло, радовались жизни. Желаю вам здоровья, активности, долголетия. Хорошее настроение с веселой зарядки. Пришло время размяться перед этапами. Мы танцуем в гуги-гуги, поворачиваем круги и в ладоши хлопаем вот так. Здесь собрались члены ветеранских привычек практически из всех сельсоветов района. Они разобьются на группы, и каждая пойдет своим маршрутом. Этапы – это несложные туристские переправы или спортивные испытания. Это встреча со специалистом. Так техника самомассажа пригодится каждому, чтобы свое утро начинать бодрым и активным. На другом этапе ветеран ознакомится с вами скандинавской ходьбы. Лыжные палочки должны быть под мышцей. Нет, они должны… Нет, неправильно. Вы поэтому не сможете правильно ходить. Вам будет очень неудобно. Если она у вас регулируется, регулируется, то поребра должна быть, палочка у вас. Судя по интересу женщин экипировки, популярность скандинавской ходьбы в селах растет. Впрочем, интересно сегодня на всех этапах. Спасибо большое, что организовывают такие мероприятия для нас. Нам очень понравилось, весело, задорно. Хотя бы встретились друг с другом, давно не виделись. Как сохранить здоровье, как заниматься фитотерапией в домашних условиях. Полезного сегодня участники акции услышат много. А в финале каждому ветерану вручат памятный подарок. Редактор субтитров А.Семкин